Всем привет! Это прямое включение из Москвы и мой мини-блог с рассказом о здравоохранении в России. Я не знаю, как дела с поликлиниками обстоят в других районах Москвы, и уже сейчас не знаю, как дела обстоят в регионах, потому что я уже два года проживаю в Москве, до этого я жила в Московской области, и мне есть с чем сравнить и персонал, и обслуживание, и качество зданий, и качество ремонта, и т.д. и т.п. Поэтому мой рассказ будет про район Свао. Моя дочка нуждается в постоянных обследованиях, естественно, я очень часто посещаю данное заведение, поэтому расскажу и покажу на своем примере, как это проходит у нас. А вы, в свою очередь, сравните качество обслуживания в своих регионах или районах Москвы. Мы сейчас оденемся, я покажу, какое же такси за нами приехал. Это видео я записываю уже после посещения поликлиники, я, кстати, не ожидала, что приедет такая машина. В общем, погнали! Ну, как у вас дела? Да, к сожалению, в этот период времени поликлиника, в которую мы ходим, находится в достаточной удаленности. И сейчас я расскажу, почему мы катаемся на такси. Пойдем машинку, вот эта машинка наша большая. В этот район с дочкой мы переехали где-то два года назад, и вообще у нас поликлиника находилась около дома. Но, к сожалению или к счастью, прошлым летом ее закрыли на ремонт. Хотя, честно говоря, повторюсь, мне есть чем сравнить, и поликлиника, в которую мы ходили до ее ремонта, была прям, ну, очень хорошая по сравнению с подмосковной. Но в Москве более пристально следят за всякими технологиями, и любую поликлинику в Москве пытаются оборудовать прям по последнему писку. Мода, так сказать. Это поликлиника, в которой недавно сделали ремонт. Ну, как недавно, год назад. Так, пойдем. Сейчас я вам покажу, что там находится внутри. Ребята, я думаю, вы заметили, что сейчас в последнее время очень мало стало выходить достойных фильмов. Я сейчас очень много времени провожу дома и судорожно начинаю искать по вечерам, какой же фильм мне сегодня посмотреть. И накнулась на один, называется «Родные люди». Это фильм о студентах 90-х, которые не потеряли контакт между собой и спустя 20 лет встретились. Он состоит из 8 новелл, снятых 8 разными режиссерами, содержащих 8 историй про отцов и детей. Съемки проходили в разных городах и запечатлели разные уголки России. Ссылку на него я вам оставлю в комментариях. Привет, Астрахань. Добро пожаловать в Челябинск. Казань. Казань. Едешь в Нижней бабушке. Все места заняты. Саванты? Я родилась в Санкт-Петербурге. Ты же хотела оказаться в Крыму. Растет Москва. И нас сразу встречает стильненькое здание, дизайн которого медленно, но верно перетекает вовнутрь. И первое, на что хочется обратить внимание, это парковка для колясок, велосипедов и всяких самокатов. Такая площадка достаточно вместительная, которая находится под навесом и коляске во время посещения врача находится в безопасном месте. Ну что, давайте зайдем внутрь. Нас встречают рамки металлоискателя. И, конечно же, каждый посетитель, неважно, маленький это человечек или все-таки взрослый, может получить маску абсолютно бесплатно и бахила. В Москве масочный режим вроде бы уже приостановлен, но если ребенок или взрослый болеет, то, соответственно, он маску должен надеть обязательно. Следующий пункт, который также бросается в глаза, во-первых, посмотрите, какие классные панели висят на потолках. Дизайнеры прям действительно постарались, это все очень стильно выглядит. И просторная гардеробная зона, где никто не толкается. Места хватает абсолютно всем. Есть еще отдельная зона, где можно одеться, но для начала мы с вами посмотрим, что же у нас происходит на этажах. Прекрасное сочетание белых стен и, знаете, вот таких вот природных материалов. Ну и, конечно же, лифт, который не тормозит, приезжает всегда вовремя, и там много-много места. Но на этом плюшки не заканчиваются. На каждом этаже есть несколько пунктов попить воды. Я называю их именно пунктами, потому что на каждом этаже этой поликлиники, а там, кстати, три этажа, есть несколько таких точек. Вода, конечно же, абсолютно бесплатна, бесплатные стаканчики. И, знаете, она вот какая-то особенная. Я не люблю пить воду, но именно в этой поликлинике всегда стаканчик пропущу. Злата так вообще воду только так там хлыщет. И вот мы попали уже на прием к врачу. Злати, кстати, врач выдал такие вот наклейки. Приятненько. Доктор пока вышел из кабинета. В общем, кабинет очень просторный, светлый, с окном. Все прям как полагается. Меня поражает просто чистота на каждом этаже и в каждом кабинете. Очень приятно находиться. В теме о чистоте это действительно так. Независимо от времен года. Зима это, лето, осень, весна. На этажах и в кабинетах всегда стерильная чистота. Я уже не говорю об отношении персонала к своим пациентам. В контакте это уже второй этаж. И здесь снова эти панели. Так вот, атмосфера там, как будто вы находитесь дома. Если честно, прям хочется достать тапочки. Просто ходите в них. Все какие-то спокойные, размеренные. Дети не плачут, потому что атмосфера там действительно прям домашняя. Я уже, наверное, даже повторяю. Здесь, Злати, уже сделали прививку. Отмечу также немаловажный факт. Доктор отвлекал ребенка. Вот такая вот прекрасная больница. Обычная, государственная. В которой есть абсолютно все. Кстати, на первом этаже еще находится буфет. Я, к сожалению, его не смогла снять. Но, тем не менее, там очень вкусная всякая вытечка. Все очень свежее. И пахнет там просто безупречно. На этом посещение поликлиники у нас закончилось. Что же интересно там произошло с нашим самокатом? Обратите внимание, что все абсолютно спокойно оставляют свои коляски. И вроде бы здесь не воруют даже. Действительно, как мы оставили самокат, так он стоял и ждал нас, пока мы сделаем все процедуры и вернемся к нему. Естественно, мы не заплатили ни за что ни одной копейки. И это не какая-то там реклама больницы, либо еще что-то. Это действительно факты, с которыми, ну, невозможно спорить. Вот такая вот поликлиника в Москве. На этом, думаю, мой мини-рассказ можно заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели. И пока-пока.